Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от Банка Уралсип это высокий процент на остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. Банк Уралсип. Вечер, Москва, обычная квартира. Как хорошо. Да, и мне хорошо. Мне так тепло, уютно и спокойно с тобой. Да, мне тоже уютно и тепло. А спокойно? И спокойно, конечно, любимая, конечно. Кто бы мог подумать, мы с тобой встречаемся уже 4 месяца и 6 часов. Да, целых 4 месяца. А 6 часов? Ну, счастливые часов не наблюдают, только месяцы. Ты такой романтичный. Ладно, любимая, завтра рано на работу. Давай, наверное, спать. Да, спокойной ночи. Спокойной ночи, высыпайся, набирайся сил. Да. Спим. Спим? Все. Сереж? Что? А можно задать тебе один вопрос? А что, прям сейчас до утра никак? Ну, просто это очень важный вопрос. Ну, если важный, давай, задавай. Представь, что я стала толстой. Чего? Ну, типа растолстела. А как ты растолстела? Ты же ходишь на йогу, ходишь на пилон, ходишь на растяжку. Ну, представь, что это все бесполезно. Да, это понятно. Я про то, что ты много ходишь. Сережа, блин. А если я прям вот сильно растолстею, прям стану весить в 50 раз больше, ты все равно меня будешь любить? А ты сейчас сколько весишь? 50. То есть ты будешь 2,5 тонны, как мой хавал? Сережа, я должна быть тебе уверена. Ты будешь меня любить или нет? Ну, да, конечно, буду любить. Да, буду. Что, просто любить и все, что ли? Все понятно, короче. Да ладно, Свет, Свет, ну не просто. Я буду любить все твои 2,5 тонны. Каждый день я буду целовать всю тебя и скидывать тебе геолокацию, чтобы ты знала, в какой части тела я сейчас нахожусь. Мы будем гулять по парку и кормить лебедей, а уже лебедями будем кормить тебя. Я напишу на тебя, это моя женщина, чтобы тебя никто не перепутал с электробусом и случайно не вошел. Вот так буду любить. Как приятно. Теперь я не боюсь потолстеть. Да, жирней на здоровье, любимая. Все? Все? Спим. Спим. Давай. Сереж? Что? А представь, что сейчас в эту дверь, ну я не знаю, зайдет голая Марга Робби. Кто? Ну короче, заходит голая Марга Робби и говорит, бросай Свету Афанасьеву и уходи ко мне и с сичками так. Ты согласишься? Голая Марга Робби? К нам в Медведково? Ну давай представлю. Да не надо ее голую представлять. Короче, она одетая. Ну давай оденем. А во что там сейчас голых одевают? Водолазку? Сережа, не важно. Я хочу быть тебе уверенным. Просто скажи, что ты ей ответь. Ну скажу нет, скажу нет. Что, просто нет, что ли, и все? Да ладно, не просто нет. Скажу, пошла вон отсюда, тварь. Скажу, вышла из моей квартиры голая мразота. Что ты себе позволяешь? Некрасивая голливудская прошмандовка. Шмаро-пиндоская мразь. Какие красивые слова. Да. Все, Свет, кроме нас голых людей в квартире нет. Спим. 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 Сереж. Что? А вот представь, что я умерла. Как умерла? Ну я не знаю, там в меня на полной скорости самокатчик въехал. А он живой? В смысле? Ну просто въехать на полной скорости в две с половиной тонны? Да нет, я худая умерла. Что ты будешь делать? Ну, плакать буду. Что, просто плакать будешь, Сережа? Да не просто плакать, не просто. Я буду страдать. Я приму обед безбрачия. Я стану монахом и уеду в горы. Буду вот так вот неподвижно сидеть. Будут проходить туристы и спрашивать, а кто это? А, это самый верный мужчина в мире. Он уже 400 лет оплакивает девушку, с которой встречался 4 месяца и 6 часов. А потом про меня снимут фильм и назовут его ***. Как? Любовь сквозь года. Это так романтично. Все. Все? Спим. 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 Сереж. Что? А представь, что сейчас в эту дверь заходит грабитель и говорит, одного из вас я сейчас изнасилую. Изнасилую? Выбирайте кого. Изнасилую, он же грабитель. Сережа, блин, я хочу быть тебе уверенным, просто скажи. Ну, конечно, конечно, мне придется отдаться ему в ту же секунду. Ты настоящий мужчина. Ну, по крайней мере, до грабителя был. Спим. Спим. Сереж, а представь. Я не хочу ничего представлять. Что сейчас в эту дверь? Какая у нас ненадежная дверь. Сережа, просто представь, заходит Филипп Киркоров. А вот не представлю, Света. Сейчас Киркоров на всякий случай ни в какую дверь заходить не будет. Пожалуйста, давай спать. Сереж. Что? А вот представь, тонет Титаник, ты замерзаешь в воде, а я лежу рядом на двери. Светочка, ну если ты на нашей двери лежишь, ты потонешь раньше меня. Время пять утра, давай спать, умоляю. Тогда, Сереж, представь. Да что? Представь, что ты на обрыве скалы, одной рукой ты держишь меня, а второй Путина. Спасти можно только одного. Кого ты спасешь? Светочка, что это за ситуация? Как бы в ней оказались? Дай мне хоть немножко предыстории. Да не важно, просто скажи, кого ты выберешь, меня или Путина. Светочка, напомни, а ты от какой партии висишь? Сережа, кого ты выберешь? Я выберу Путина. Что? А ты кого выберешь? Путина. Ну и все, мы все выбрали Путина. Спокойной ночи. Сережа, а вот представь... Да что? Представь, что сейчас на Землю летит метеорит. Осталось жить пять минут. Как ты их проведешь? С тобой, конечно, с тобой, любимая, с тобой. А если я далеко в лесу? Я побегу в лес. А как ты меня найдешь в большом лесу? Да очень просто. Я зайду в лес, лягу, попытаюсь уснуть, и тут же появишься ты со своими долбанутыми вопросами. Света, мне спать осталось, как до метеорита. Пять минут, пожалуйста. Сережа, я должна быть тебе уверена. А вот представь, что на нас напали индейцы. Индейцы? Индейцы. Индейцы, блин. Ну да, что такого? А пухлин, давай индейцы. Я беру у них топоры и скромсаю, и засуну эти топоры в жопу. Все? Я мило сказал. Ты довольна? Я надежный? Сережа, блин, какие топоры у индейцев были тамагав. Бинго, елки! На втором часу у нас появился вопрос по реалистичности. Да это уже прям все логично было. Света, пожалуйста, задай мне все свои тупые вопросы, и мы ляжем спать. Все, у меня больше нет вопросов. Ты уверена? Да. А во мне? Тоже. Спим? Да спи, я что, тебе мешала спать, что ли? Это что, уже будильник? Это я напоминалку поставила, чтобы не забыть задать самый важный вопрос. Какой вопрос, Света? Сережа, а вот представь, что я енот. Пошла нафиг, короче, сегодня. Здесь кто-нибудь есть? Люди! Не прохолопай эту премьеру. Вы что, здесь староверы или кто, я не понимаю? Выложу в сеть, и вас там всех зафаршмачат. Да как же нас всех в сеть-то выложат? Мы чай, не рыбы. Казачок. С первого апреля. Восемь вечера. Премьера на ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова